уважаемые коллеги добрый день я приветствую вас на нашем новом вебинаре посвященном ортотеке скажите пожалуйста как хорошо меня слышно поставьте пожалуйста плюсик в чат если слышите меня хорошо вижу что плюсики появились очень хорошо давайте я для начала расскажу все то о чем обычно рассказываю в начале нашего вебинара это общие вопросы и так сегодняшние наши материалы так вот сейчас галочку поставлю и появится еще сегодняшние наши материалы можно скачать в окошке ресурсы для того чтобы скачать наши материалы надо вот в этом направлении примерно находится кнопочка в виде желтой папочки нажимая на нее последовательно можно открывать или закрывать окошко ресурсы это в этом окошке находится несколько ссылок 4 ссылки и два файла один из этих файлов это сегодняшняя презентация и второй файл это план вебинаров на ближайшее время и заодно я хотел бы вам представить наши ближайшие вебинары одну минутку загружу файл необходимый следующим нашим вебинаром завтра будет вебинар юрий николаевича белоножкина интеграция интерактивного обучения с измерениями результативности этот вебинар идет у нас в в цикле электронное обучение и вот сейчас дам вам ссылку на его на регистрацию в нем еще я хочу обратить внимание вот у нас 13 декабря будет приглашенный спикер это достаточно известный человек юрий чехович который возглавляет компанию антиплагиат и он прочтет вебинар под названием сервисы вкр проверяем на плагиат выкладываем вбс должен быть очень интересный вебинар и я вас всех приглашаю и вот эта ссылочка ну и с общими вопросами с общими вопросами потихонечку заканчиваем и переходим собственно к теме нашего сегодняшнего вебинара вебинар называется артотека интерактивные онлайн альбомы на арт-портале тема частично пересекается с той темой которая была неделю назад которая была посвящена арт-порталу и там вот как раз примерно половина времени была посвящена арт-порталу артотеке как проекту арт-портала сегодня мы поговорим только об арт-портале расскажу вам немножко другими словами примерно о том же а в конце нашего вебинара мы посмотрим ролики которые показывают разные арт-проекты разные виды арт-проектов и вот на этом примере я вам вам эти ролики прокомментирую и на этом примере мы лучше поймем что такое артотека не так начинаю я примерно с того же о чем говорил в прошлом на прошлом вебинаре нашим неделю назад это об объемлющем проекте который называется арт-портал арт-портал располагается ну вот здесь на следующем окошечке вот его внешний вид его главной страницы нас собственно интересует вот его часть которая вот здесь вот находится это арт-отека сам арт-портал располагается по вот такой простой простому адресу art.biblioclub.ru это домен третьего уровня над нашим общим доменом библиоклуб.ru который вы наверное все хорошо знаете ну и еще раз расскажу о том что габаритных параметрах у нас более полусотни тысяч изображений 6 тысяч авторов 300 тысяч музеев описано на нашем арт-портале ну и перед тем как перейти к артотеке вот такой переходной экранчик это экран конечный экран рассматривания изображения в арт-портале да ну я сейчас не буду повторять несмотря на то что кто-то может пришел первый раз на вебинар на прошлом не был все-таки повторю да что арт-портал это в основном открытый но с некоторой закрытой частью ресурс посвященный мировой художественной культуре на нем хранятся в основном репродукции различные и вот это его основная направленность соответственно тот экран который я сейчас показываю это конечный экран репродукции который посвящен подробному рассматриванию изображения изображения у нас конечно есть в разных разного размера есть очень большие изображения очень подробные вот как например вот это вот изображение это маленький кусочек вот если вот вы посмотрите вот сюда обратите внимание что это вот такой вот маленький кусочек вырезка из огромного изображения репродукции явления христа народу сегодня мы об этом произведении подробно поговорим потому что у нас по этому произведению целый большой есть проект артотеки ну а здесь просто я вам показываю как как работать и как рассматривать изображение внутри арт портала то есть вы можете просто перемещать это изображение двигать мышью можете работать вот с вот этим вот движком да вот с этим вот движком работать перемещать его туда-сюда по полотну можете просто нажимать на плюс-минус для увеличения и уменьшения масштаба ну и двигать вот этот движок это тоже увеличивает или уменьшает масштаб вот я говорю об этом в контексте артотеки потому что у нас все все проекты артотеки они включают включают в себя кликабельные изображения из которых можно перейти вот сюда и посмотреть на арт портале увеличенные изображения ну перейдем собственно давайте к самой артотеке да помните та кнопочка на главном экране арт портала о которой я говорил вот она да еще раз ее покажу вот вот она переходит к вот такому вот экрану это плитка плиточный экран плиточный интерфейс с изображениями наших проектов артотеки в настоящий момент мы создали еще не все правда выложили последние там два-три проекта находятся в стадии выкладывания выкладываю ну ладно это я потом лучше расскажу периодичность 35 проектов мы сделали и делаем каждые две недели по новому проекту что из себя представляют эти проекты есть разные виды проектов ну давайте сначала тематику я вам прочту вот есть я их тут немножко расставил не все написал сюда но основные есть так называемые авторские арт проекты это то что сделано нами компания директ медиа либо опирается на наши предыдущие печатные работы такие как альбомы великие художники великие музеи великие архитекторы и так далее либо это наши совершенно новые новые такие творения которые вот мы сделали специально для проекта арт-отеки которые ни на что не опираются а вот самодостаточные и самоценные да давайте прочитаю что за что за проекты это вот два два первых проекта это интерактивные путешествия о них мы сегодня поговорим подробно это Александр Андреевич Иванов явление Христа народу и интерактивное путешествие по триптиху Иеронима Босха сад земных наслаждений там два интерактивных путешествия ну и другие интерактивные проекты такие как искусство Египта искусство Китая искусство скульптуры искусство Японии проект посвященный великому архитектору Бальтазару Нойману два проекта посвященные эпохе Возрождения это Итальянское Возрождение и Северное Возрождение один из проекта посвященный книжной миниатюре на мой взгляд очень интересный проект тоже сегодня я покажу его я думаю что вот пока он у нас один такой по книжной графике по книжной миниатюре проект но мы думаем над тем чтобы еще создать такие проекты потому что очень много интересных изображений есть есть жанровые проекты такие как пейзаж образы Италии и есть проект образ Христа в европейском искусстве тоже достаточно обильный информацией проект в каждом проекте от нескольких десятков до нескольких сотен и даже более полусотни произведений освещается и вот давайте еще посмотрим какие альбомы сделаны по по нашим интерактивные альбомы то есть то что сделано по мотивам наших бумажных альбомов выпущенных бумажных книг выпущенных совместно издательством Директ Медиа и издательством Комсомольская правда это вот такие от проекта как Валентин Серов галерея Уфицы государственная Третьяковская галерея Веласкес Дрезденская галерея Каирский музей Карл Бюрлов Лондонская национальная галерея Лувр Метрополитен Музей Дорса Музей Прадо Рейкс-музеум Рембрандт ну и некоторые другие здесь еще раз хочу сказать не все описано примерно половина всех наших ну может быть чуть побольше всех наших проектов ортотеки а какие так сейчас посмотрю что да ну вот все наши проекты практически они представлены вот в такой вот графике сначала идет большая на весь экран заставочка высококачественная как правило с высокого разрешения на ней написано название проекта и его основные габаритные параметры сколько в нем изображений сколько сколько чего там есть сколько интерактивных элементов сколько разделов вот ну а дальше идет содержание которое варьируется в зависимости от вида проекта какие у нас есть виды проектов вот исторически первый и достаточно малочисленный вид это так называемая интерактивная страница по этой технологии сделано арт-проект искусства Китая и дворцы и замки Европы если не изменяет память так называется что она себя представляет это такой условно бесконечный холст на котором располагаются элементы в эти элементы можно тыкать и смотреть каждый из этих графических элементов представляет из себя по сути дела графу главу который можно обратиться и посмотреть там большое количество изображений внутри уже вот этого вот этой главы или этого раздела следующее давайте я вот вот так вот здесь двоечку напишу следующий формат это так называемый лангрид то есть большая страничка достаточно похожая на традиционные страницы по по искусству но хорошо свёстанная в качестве инструмента мы применяем такой инструмент как тильда паблишинг очень интересный хороший инструмент для красивого представления длинных страниц с большим количеством иллюстраций вот в этом лангриде мы размещаем практически полное полный состав альбомов которые мы когда-то выпускали и продолжаем сейчас выпускать в бумажном виде вот там много и текста и много картинок картинок как правило от полусотни до сотни и достаточно подробные тексты по каждой картинке то есть с объяснением каждой картинке вот ну это такой наиболее традиционный вид подачи материала но достаточно привлекательный и третий вид такой самый инновационный это интерактивная карта или интерактивное путешествие тут есть два подвида один подвид это проекты которые содержат большое количество изображений вот как я говорил от нескольких сотен до полутысячи и дальше больше и даже больше в них тоже существуют разделы там от четырех до девяти разделов в каждом разделе есть некоторое введение с картинкой и такой интерактивный элемент как оси времени на котором который одновременно выполняет роль слайдера слайдера который при помощи которого можно посмотреть все вот эти изображения и при необходимости тыкнув в каждое изображение перейти к большому большому изображению на арт-портале одновременно внизу располагается сама ось времени это такой интерактивный элемент при помощи которого видно когда была данная картина написана ось времени интерактивная то есть в нее можно тыкать и перемещаться не только вперед-назад по слайдеру но и непосредственно в тот период времени когда это необходимо также можно увеличивать уменьшать масштаб времени то есть такая достаточно интересная штука вот и второй вид интерактивных карт это когда мы имеем единственное произведение но оно дается нам в высоком качестве я бы даже сказал в сверх высоком качестве в виде гигапиксельной картинки и мы это полотно рассматриваем ну буквально досконально смотрим каждую сценку описываем каждую сценку увеличиваем эту сценку приемом наезда камеры на экран ну условно назовем вот так наезда камеры на экран и вот это вот так это то что мы называем интерактивное путешествие вот у нас три интерактивных путешествия в двух проектах один проект это явление Христа народу Александра Иванова и сдвоенный проект из двух интерактивных путешествий посвященный ирониму Босху об этом мы тоже подробнее поговорим сегодня ну вот если рассматривать все то что я вам сейчас говорил то вот так примерно выглядит первый наш тип как мы его тут назвали интерактивная страничка это когда бесконечный холст на котором разбросаны разные тексты и разделы которые можно отдельно просматривать и вот так вот вот такой вот слайдер которым тоже можно ходить вперед-назад и увеличивать картинку рассматривать ее в подробном исполнении да ну вот это этот этот вид от арт-проектов он вот такой он не имеет заглавной страничка все располагается вот прямо на этом холсте этот холст можно вот зацепить и двигать туда туда-сюда он гораздо больше чем здесь изображено гораздо больше экрана ну как минимум еще столько же вниз и еще столько же в бок вот и вот вот это такой проект те проекты которые сделаны ну скажем так все остальные проекты они сделаны вот на основе такой схемы вы сначала попадаете в заглавие где видите собственно заглавие большую красивую картинку релевантную названию здесь иногда пишется номер выпуска вот последнее время мы стали писать раньше не писали номер выпуска иногда пишется габаритные параметры то есть сколько изображений сколько интерактивности внутри этого этой картин внутри этого проекта ну и есть вот такая вот элемент интерфейс интерфейса который называется у разработчиков гамбургер да когда вы на него нажимаете выпадает оглавление и можете перейти там по разделам от одного ну допустим до до восьми до до восьмого раздела вот здесь строчки есть то есть такой вот непосредственный переход между так как страница достаточно длинная просто листать ее сверху вниз не всегда приятно то вот есть такой такой элемент внутри внутри как правило есть описание разделов вот это вот описание разделов например вот принадлежит как раз музей метрополитен один из разделов называется искусство италии после этого идет подробное описание одной из картин которые представляет данный раздел ну и после этого идет вот такое вот описание уже более краткое описание конкретных произведений их в каждом разделе может быть ну там от одного до до сорока даже где-то до тридцати вот они сгруппированы вот примерно так по одному по два по три иногда встречаются большие изображения особенно если они горизонтальные на весь экран вот все зависит от от того как как сверстные как как было хорошо разместить это изображение на экране да ну и тыкая в любое изображение вы попадаете на увеличенное изображение можете его рассмотреть если там есть чего рассматривать следующий вот это вот интерактивный я много употребляю слово интерактивный но так уж получается у нас разные виды интерактивности есть в наших проектах вот один из примеров это образ Иисуса Христа в европейском искусстве кстати вы можете прямо сейчас вот зайти на ортотеку и параллельно сейчас я вам дам вам дам ссылочку она у вас есть правда справа но я повторю ее некоторые проекты у нас свободные со свободным доступом и в том числе вот этот вот проект тоже так что можете его открыть и посмотреть внимательно а вот это как раз тот проект который с с осями времени с таймлайнами как мы видим это один из самых больших проектов 517 иллюстраций 8 разделов 8 интерактивных таймлайнов что же такое вот интерактивный таймлайн вот как он примерно выглядит это большой заголовок сначала а потом вот такой вот слайдер по которому можно просто листать листать странички и переходить к следующему изображению но кроме этого есть еще вот такой вот ось времени на которой располагаются вот такие вот названия и вот здесь вот числа годов вот они прикреплены каждое каждое произведение прикреплено к своему году и тыкая на вот это вот название можно переходить напрямую не не при помощи слайдера а вот например после этого сразу посмотреть вот вот это вот да и ось времени при этом перемещается делая текущего текущие изображения всегда в центр то есть вот этот после того как мы сюда щелкнем все это переместится вот вот сюда и справа покажутся новые картины которые тоже можно щелкать вот так вот сделано это ось времени и соответственно вот это вот этот проект содержит 8 таких вот таймлайнов которые всего содержат более 500 иллюстраций особняком стоят вот те их как я уже сказал всего три таких два проекта с тремя интерактивностями с тремя интерактивными путешествиями по произведениям одно из них вот здесь показано это иронимбосх сад земных наслаждений интерактивная карта тут на самом деле две интерактивных карты одна карта это показывает разные сценки из этого давайте вот там дальше по моему есть хорошее хорошее описание что что тут есть значит и так два разных путешествий интерактивных около 300 слайдов показано одно да но в основе лежит вот это огромное изображение размером в 30 тысяч на 17 тысяч пикселей то есть это почти гига почти гигапиксельное изображение то есть это изображение которое если развернуть на вашем экране то понадобится ну скажем так 15 экранов в ширину и 15 экранов в высоту вот настолько это настолько это высоко в высоком разрешении это дана эта картинка вот и такое высокое разрешение позволяет рассматривать мелкие детали мелких деталей здесь очень много я думаю что даже если вы сами придете в галерею и остановитесь у этого триптиха он такой не маленький он размером под 3 метра в длину и почти 2 метра в высоту ну поменьше чуть-чуть вы все равно не сможете это все разглядеть потому что ну нет таких ракурсов с которых можно было бы все абсолютно разглядеть особенно если это высоко в таком качестве а на этой картинке как раз на картинке в этом триптихе как раз огромное количество мелких деталей которые хотелось бы разглядеть и понять что они из себя представляют что они символизируют вот при помощи данного изображения это можно сделать данного проекта это можно сделать можно это разглядеть хорошо и посмотреть я не хочу сказать что мы описали всю картину вообще говоря вы знаете мы поняли что для того чтобы описать всю всю картину надо наверное таких не не сдвоенный проект делать а удесятеренный то есть это настолько насыщенное произведение что его можно рассматривать часами если не днями но мы все таки показали основные моменты итак первая интерактивная карта посвящена описанию основных сцен основных сцен этого триптиха там более полусотни слайдов с подробными объяснениями этих сцен иногда с дополнительными изображениями которые что-то поясняют и в конце есть можно посмотреть видео посвященные данным данной данному произведению второе вторая интерактивная карта она носит но если первая карта она носит такой традиционный характер это объяснение картины то вторая карта она ну такая больше игровая там мы поставили себе целью посмотреть а что же что за животные изображены на этом полотне ну дело в том что на этом полотне вообще изображено очень много животных они являются чуть ли не основными гораздо больше чем людей да они являются чуть ли не основными персонажами этих этого полотна там очень много животных каждый из них чего-то олицетворяет и мы попытались просто найти всех этих животных и дать параллельно это изображение фотографию гравюру того животного которое здесь изображено ну надо отметить что мы при этом да около 250 слайдов получилось у нас разных это еще не все животные потому что многие животные даны в стаях которые для каждой стаи там всего одно животное описывали всего на мой взгляд где-то я специально не считал но по-моему около тысячи животных изображено на этом полотне некоторые буквально точечками такими небольшими или очень плохо разрешенными фигурами вот самих видов даже наверное около сотни изображено надо отметить что конечно боск много сочинял он каких-то животных он видел реально большинство животных он воспроизводил либо по доступным ему средневековым рукописям либо по он просто их сочинял из головы по описаниям каким-то вот и соответственно многих многих животных невозможно распознать либо они похожи на на таких животных которых иронимбоск точно не мог видеть ну например очень много птиц похоже на волнистых попугайчиков в то время как нам известно что волнистые попугайчики они живут в Австралии и были завезены в Европу только в 19 веке ну или есть несколько птиц которые похожи на калибре калибре они в Южно-Северной Америке обитают и тоже боск вряд ли мог с ними каким-то образом пересечься кроме того есть масса животных на этой картине которые изображают они фантастические то есть например с тремя головами тритон с тремя головами или птица с тремя головами или вообще какие-то монстрообразные животные уже не поймешь это полу люди полу полу животные ну вот мы постарались каждый из них поймать в объектив вот этой нашей камеры которая увеличивает и ну по мере возможности найти какой-то аналог в животном мире реально существующем которое мы которое мы знаем конечно тут не все получилось один в один но вот достаточно много получилось опознать есть и вполне хорошо опознаваемые виды вот при этом в этой части пояснений гораздо меньше чем в первом путешествии ну зато больше вот таких вот графических сопоставлений ну и сама карта там более 500 слайдов а здесь почти 250 слайдов то есть она больше по объему то есть само само это интерактивное путешествие наверное чтобы его нормально посмотреть нужен ну час минимум вот ну вот я так рассказал на самом деле у нас сегодня будет показ но показ не этого произведения а произведения иванова явления христа народу там тоже есть что разглядывать да и соответственно оно открыто ироним боск у нас это закрытый проект да ну вот так вот приходится вот как раз вот тут кусочек из полотна боска это еще не самое большое увеличение отнюдь вот мы видим здесь изображен изображен слон да и вот слон явно африканский потому что у него большие уши вот ну и мы нашли соответствующую картинку из средневековых из какой-то средневековой книжки да ну вот еще одно такое полотно это явление христа народу там тоже можете прийти в третьяковку но стоять там часами но всего этого не разглядите то что мы здесь разглядели на этом полотне ну вот и тут есть у этого интерактивного путешествия два разных два две разные части первое это подробное описание каждого персонажа или каждой группы персонажей если нет по конкретному персонажу описание и второе вторая часть это работа с эскизами Иванова он для этой картины сделал огромное количество эскизов от более четырех сотен если не изменяет память или даже шести сотен надо посмотреть напомнить от карандашных набросков простых до самостоятельных полотен которые имеют самостоятельную художественную ценность большую вот ну и вот здесь показано как по каждой фигуре или по каждому группе группе фигур показано как происходило изменение как искал как Иванов искал форму то есть как он пытался заставлял своих натурщиков ту или иную позу принимать выражение лица и вот только когда находил это выражение лица он делал конечное изображение на своем полотне ну это мы сегодня посмотрим что такое ортотека ортотека несмотря на у нее есть четыре бесплатных проекта ну в основном ортотека это подписной сервис для физических лиц стоит она 1400 рублей за 12 месяцев за это вы получаете доступ к 24 новым проектам и к архиву всех предыдущих проектов но полгода стоит соответственно 800 рублей и есть вариант по списке для корпоративные или для учебных учебных подразделений это 20000 рублей на на вуз или на на школу там на какое-то на юридическое лицо при этом у нас действует вот такая акция в течение шести месяцев мы предоставляем бесплатный доступ к порталу тем учебным заведениям которые имеют в своем имеют специальности связанные с искусством с искусствоведением вот да ну и как я говорил у нас есть открытые проекты вот давайте на открытых проектах остановимся и посмотрим их я вот здесь листаю и буду вам показывать сегодня мы с вами посмотрим ролики которые сделаны без звука но там фоновая музыка и я буду комментировать эти ролики по ходу их по тому как они будут идти да ну давайте начнем с так что у нас первое вот как раз вот этот вот образ Иисуса Христа в европейском искусстве и давайте запустим этот ролик и я начну его комментировать прямо по ходу сейчас изображение появится ну вот вы видите главную страничку артотеки здесь мы можем выбрать несколько демо проектов сейчас мы остановимся на проекте который идет прямо первым образ Христа вот здесь написано демо итак мы попадаем на главную страницу этого проекта и начинаем листать его вниз сначала идет введение текстовое ко всему проекту там более подробная информация и начинаются разделы которые каждый из которых содержит уже конкретные иллюстрации вот в первом разделе 47 иллюстрации в каждом разделе тоже есть введение введение это цитата из писания и какое-то произведение также есть список иллюстрации вот который можно вот из которого можно перейти в в увеличенное изображение данного произведения разглядеть его снова переходим к нашему арт-проекту да ну вот этот вот список иллюстрации он открывается открывается вниз потом может закрываться а вот это вот как раз ось времени интерактивная которая может перемещаться как при помощи слайдера вперед-назад так и при помощи вот этих вот вкладочек которые позволяют непосредственно по на оси времени находить тот тот период времени который нас интересует каждое из вот этих вот изображений которые мы видим слева оно тоже является кликабельным и от него мы тоже попадаем в арт-портал на подробное рассмотрение следующий второй второй раздел здесь тоже самое мы видим введение в раздел список иллюстрации раздела и таймлайн который и является основной формой доступа к изображению третий раздел здесь по разделы сделаны по библейской истории как вот в евангелии это все происходило по временному по временному принципу но некоторые разделы есть и по в них собраны произведения по другому признаку вот например вот взаимоотношения иисуса и его учеников чудеса и притчи которые собраны в евангелии вот здесь например показано чудо воскрешение лазаре 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 самая объемный самая объемная глава это страсти христова почти 200 иллюстрации в одном таймлайне ну понятно что этой теме посвящена большая часть произведений искусства связанных с иисусом христом вот этот таймлайн который вы видите его можно также раздвигать и сдвигать зависимости от того как подробно вы хотите посмотреть ось времени ну и 7 7 глава воскресенье последняя глава все другие сюжеты собраны в ней ну здесь такой же таймлайн ну и завершается все вот просто нашим логотипом давайте теперь посмотрим следующий проект это книжная миниатюра он сделан так вот где у нас тут нижняя миниатюра вот она давайте сейчас посмотрим это проект который сделан примерно в той же манере ну сейчас меньше времени уже на это потратим около трех минут здесь очень интересное есть изображение в частности книжная книжные иллюстрации из индии очень очень интересные очень необычные очень качественные по по разрешению все начинается с древнего египта и иллюстрации на папирусах далее идет раздел посвященный византии и руси 75 иллюстраций вот такие вот интересные зверушки можно их найти там конечно большая большая если не большая часть иллюстраций снова посвящена библейской истории ну такова уж наша история в книжках было много именно таких иллюстраций особенно в средневековых христианский восток это включая армению сирию вот всего этого весь этот до египет весь этот регион вот иллюстрации сирийской библии библии например самый большой раздел это западная европа тут конечно огромный просто кладезь иллюстраций четверть тысячи иллюстраций только посвященный западной европе начиная с очень ран раннего средневековья ну и кончая новым временем напоминаю что то что я вам показываю это все свободные проекты их можно посмотреть вот замечательный проект это иллюстрации исламские иудаика дальний восток индия очень интересные здесь иллюстрации необычные не такие как европе другие краски совсем другие сюжеты разумеется следующий от проект который мы с вами посмотрим посвящен искусству китая это очень коротенький ролик вот как всегда переходим по с главной страницы вот такой вот экранчик который можно двигать вправо влево вверх вниз выбирает на нем нужную область и в ней прокручивать тоже при помощи слайдера вот такой вот картинки картинки кликабельным тоже я это говорю каждый раз чтобы просто подчеркнуть что каждую картинку можно рассмотреть вот мы открываем картинку и можем ее рассмотреть более подробно если нам это надо это имеет смысл даже тогда когда картинка не такого высокого разрешения просто если нам надо ее посмотреть в увеличенном виде но и большое количество картинок конечно и является и в высоком разрешении ну и вот наконец мы перешли к нашему любимому сюжету это интерактивное путешествие по картине явления Христа народу обращаю ваше внимание несмотря на то что на главной странице не написано что это демка то есть то что доступно бесплатно это доступный вы можете ткнуть и посмотреть его прямо сейчас вот давайте посмотрим несколько роликов этому посвященных прошу прощения обложка примерно такая же как в других наших проектах но здесь предисловие и сразу идет интерактивная карта в предисловии мы пишем о том что есть интерактивная карта как с ней работать какие клавиши можно применять для работы с ней кроме мыши ну и просто несколько слов о картине Александра Иванова собственно то что здесь написано об этом я вам как раз рассказал чуть раньше ну а вот тут как раз заглавное заглавный слайд интерактивные карты я хочу вам сказать что конечно все это гораздо интереснее смотреть на большом экране во весь экран здесь у нас немножко это не так хорошо видно а вот если у вас экран особенно full hd все это видно прекрасно и видно насколько хорошо все это происходит как видим при переведении точки зрения камеры и наведения или отведения некоторое время изображение становится размытым но она потом вот видите и сейчас она улучшается и можно наезжать много-много раз по-моему до пяти наездов можно делать и смотреть вот видите тут у апостолов видно буквально каждое каждый волос это апостол петр фигура фигуры мальчика и старика про каждый из этих фигур есть некоторый текст группа фарисеев на юношу на зарей со стариком обнаженной юноша со взглядом устремленным на христа так называемая фигура дрожащих римские всадники так же изображены здесь женщины Вот это очень интересная фигура. Предположительно, рисовал Иванов ее с Гоголя, своего друга. Ну и две главные фигуры. Это фигура Иоанна Крестителя и фигура Христа, несмотря на то, что она далеко расположена. Вот этот вот мужчина в широкополой шляпе. Предполагается, что это автопортрет самого Иванова. Ну и вот если совсем наехать вот так вот камерой, то видны такие вещи, которые вообще никогда вы не увидите в Третьяковку, если пойдете. Это люди за рекой. Сейчас посмотрим продолжение. Люди за рекой, за спинами апостолов. Они очень маленькие-маленькие фигурки. Ну и сейчас мы переходим... Вот сейчас давайте все-таки сначала попробуем еще раз. Да, но тут с некоторой задержкой, к сожалению. Там идет вторая глава. Это связанная со сравнением самого произведения с эскизами. И вот мы видим, что как тренировался, например, Аливу рисовать Иванов. Вот он уже ее рисовал до этого в эскизах, которые стали отдельными картинами. Вот реку Иордан, как он тренировался рисовать. Элементы пейзажа прорисовал сначала в эскизах. Как он долго работал над лицом Христа. Как женские лица сравнивал, так и мужские. Брал образцы древнегреческие. И потом он все это скрестил в виде вот такой вот фигуры Христа, которая взяла и древнегреческие аналоги, и современные ему. Также сильно он работал, долго работал над фигурой Иоанна Крестителя. Не сразу она ему поддалась. Над апостолами тоже очень долго работал. Вот, например, это Иоанн Богослов молодой. Самый молодой из апостолов. Апостол Андрей первозванный. Это апостол Нафонаил, сомневающийся пока еще. И вот мы видим, откуда он брал это. То есть сначала натурщица изобразила такой вид лица, а потом уже он смог его нарисовать. Фигура Смотрящего Вверх. И еще эти фигуры. Эскиз Путешественник. Это вот тот самый автопортрет. Фигура, которая называется Прислушивающийся. И вот другие варианты этой фигуры. Обнаженный мальчик, на самом деле девочка позировала. Вот другой вариант эскиза. Еще один вариант эскиза. Поднимающийся старик, эскиз. Еще один вариант. Богатый старик в богатых одеждах. Чей раб изображен рядом. Раба вообще очень много было разных вариантов. Эскизы, по-моему, из десяток, как минимум, разных эскизов. Вот это обнаженный юноша с хорошо выписанными рыжими волосами. Так, продолжим. Это фигура дрожащих. Так в искусствоведении называют эти две фигуры. Мальчика и мужчины. Фигура левита. Фарисей в челме. Тоже несколько изображений есть его, эскизов. Вот этот старик с длинным носом. Молодой Назарей, который прислушивается. И старик, который недоволен тем, что он прислушивается. Старик в белой повязке. Оливит в белой челме. Тоже с девушкой сделан. Вот это то самое изображение, которое, предположительно, сделано с Николая Гоголя. Ряд женщин изображен здесь. Вот даже женщина с ребенком, который здесь не очень хорошо видно. Воины. Римские войны. Ну и ряд видеокомментариев здесь приведен тоже. Можете посмотреть очень. Ну и книжка, которая у нас тоже есть по Иванову такая. Ее можно приобрести. Вот, собственно, и все. Я вам достаточно подробно описал этот проект. Ну и давайте посмотрим последний проект. Это Лувр. Его здесь нету. Это не открытый проект. Но на его примере я хотел бы показать вид проектов, которые сделаны с альбомов наших. Они более простого содержания. У них нет такого интерактива. Но я надеюсь, что они тоже очень интересные. Вот сначала идет предисловие. Изображение данного музея. Несколько изображений внутри, снаружи. Дальше идут разделы. Что есть в этом музее. Вот, например, искусство древнего мира. Вот здесь показано, как пользоваться вот этим вот интерфейсом типа бутерброд. В каждом разделе есть подробное описание. И дальше располагаются изображения в две или в три строки или в одну строку. Вот сейчас я тыкнул на одно из этих изображений и могу рассмотреть ее в увеличенном виде. А в конце дано подробное описание каждой картины. Вот сейчас вы увидите. Это такой отщелкивающийся текст, который не мешает нам. Потому что если бы его поместили мы сразу, то было бы очень много текста и мало картинок. Вот так вот он отщелкивается. И по каждому изображению такой два добротных абзаца искусствоведческих, которые можно использовать. Ну и информация о книжке, по которой мы это сделали. Ну вот и все. Мы потратили почти 20 минут на рассматривание различных проектов. Основные моменты я по нашей ортотеке вам рассказал. Надеюсь, что вам сегодня было интересно. И вы потом вот эти четыре открытых проекта посмотрите. Посмотрите внимательно. Они интересные и красивые. Они описывают в большинстве своем все способы подачи информации, которые у нас есть. Ну и примите какое-то решение. Может быть, захотите подписаться или кому-то посоветовать. В дальнейшем мы будем работать методично раз в две недели, выкладывать новый проект. Возможно, среди них тоже будут какие-то проекты, которые будут новыми. А сейчас давайте я вам сделаю... Так, если только смогу зайти туда. Ну, я сейчас это сделаю немножко другим, в другом виде. Я хочу вам, тем, кто досидел до конца, хочу сделать бонус. И дать ссылочку на Босха. Который является, на самом деле, закрытым проектом. Ну, вот для вас, для посетителей сегодняшнего вебинара, я такое исключение сделаю. Так, портал... Одну минуточку. Так, надо понять, где он у меня тут хранится. Вот он, сад земных наслаждений. Давайте я вам дам вот эту вот ссылочку. Получайте удовольствие, разглядывая Босха. Все, коллеги. Я думаю, что вот этим вот победным аккордом мы закончим наш сегодняшний вебинар. Смотрите Босха, получайте удовольствие. Вот, приводите своих школьников, студентов на наш портал. Им будет здесь интересно. Несмотря на то, что, конечно, в Google картинках сейчас можно найти все, что угодно, но последовательная подача информации, последовательные выборки, они до сих пор имеют некое предпочтение перед прямым поиском. Когда ты ищешь, ты должен знать, что ты ищешь. Иначе ты попадаешь в мир, где все смешивается в единую кашу. А вот мы предоставляем подробное описание и те выборки, которые изначально являются интересными с нашей точки зрения. Что ж, коллеги, я хочу с вами проститься. Если у вас нет вопросов, да, я думаю, что вы были погружены в рассматривание, поэтому у вас не столько вопросы, сколько какие-то эмоции. Я надеюсь, что положительные эмоции. Ну-ка, 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 давайте посмотрим. Так, ага, ну тогда я вам сейчас дам другую ссылочку. Тогда я сейчас вам дам другую ссылочку. Нет, без... не уходите без этого самого, без бонуса. Вам придется подождать одну минутку, пока я ее открою другим путем. Так, я сейчас войду в инструмент, при помощи которого я это делал. Перемещусь к самому... ...самому проекту. Вот он, с отземных наслаждений. И... ...нажимаю на заветную кнопочку «Опубликовать». Открываем страницу. И вот эта вот страница точно у вас должна открыться. Так, и сейчас я вам это копирую. Ну-ка, проверьте, пожалуйста, вот теперь открывается. Открывается. Теперь все должно открыться. Ну что ж, коллеги, пока вы будете смотреть, я буду с вами прощаться. Мы с вами провели час, вебинар закончился. На этом мои вебинары не заканчиваются. Я вам рассказал о новых... Во, отлично. О новых вебинарах, которые буду вести не я на следующей неделе. Но в конце декабря, в середине конца декабря тоже будут какие-то мои вебинары. Мы с вами еще обязательно встретимся в этом году. Ну и в следующем году тоже мы с вами встретимся. Я думаю, мы поговорим о разных видах интерактивности. Очень интересные будут семинары, как сильно связанные с нашей основной деятельностью в университетской библиотеке онлайн, так и несколько в стороне от нее. Но все они посвящены контенту, учебному контенту. И, надеюсь, вам будет интересно. Что ж, я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.